Я бы хотел сказать сначала несколько слов о том, что мне представляется недостаточно ясно в концентратском, а затем мы перейдем к вопросу об антологической пустоте и сценологических выводах, которые можно сделать. Спасибо. 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 Можно подумать, что я написал пять предложений, если считать по точкам или фаузам. Можно подумать, что я написал только три предложения. Первое и второе – это одно предложение, третье и четвертое – это одно предложение, пятое – это третье предложение, второе и третье предложение. Тогда Тарский останавливался, видимо, именно на этом варианте, т.е. он считал, что предложением следует считать класс агронативных записей, т.е. Тарский, наверное, сказал, что здесь у нас три предложения. В таком случае из этого следует, что Тарский, определяя предложение как класс агронативных записей, должен был получиться… Если, например, класс агронативных записей, то класс эквивалентного свойства, которое может рассматриваться как некоторый общий признак предложения, и тогда мы получаем определение истины, как некоторого свойства предложения. Но можно идти еще дальше, можно попытаться объединиться следующим образом. Вот это одно предложение, а это вот второе предложение. Именно, наоборот, одно и второе предложение. Здесь уже не совсем класс агронативных записей, поскольку, явно, много завода записей отличается от двух предыдущих записей. Но нам вроде бы понятно, что то, что утверждается в этой записи, эквивалентно тому, что утверждается в записи 3 и в записи 4. В таком случае мы предложение натрухуем как некоторую идеальную сущность, может быть, пропозицию, может быть, еще что-то, и у нас получается несколько иной результат. Далее, таски используя свое понимание предложений, которое заключалось во втором варианте, строятся через категорию выполнимости, и на определение истины для не являющихся симметически замкнутыми языков и продуктивных систем. Мне кажется, что главная ценность для эстемологии состоит не в самом построении определения истины, которые дают таски, либо в использовании схемы, от которой отталкивается определение афротарского. Вспомним эту схему и как ее можно интервьюзировать в эстемологическом увеличении. Так, значит, истина, кафедролизма P, где P, это предложение некоторого языка P. Запишем так. Важными понятиями, которые используют таски в своем определении, отталкиваясь от данной схемы, являются понятия материальной адекватности и формальной непротиворечимости. С формальной непротиворечимостью все достаточно ясно, но с материальной адекватностью мне представляется, опять же, не все определенное, но, во всяком случае, я многое не донимаю, что это арктовская материальная адекватность, которую предлагает таски. С одной стороны, именно таски настаивают на том, что материальная адекватность заключается в соответствии нашим понятиям, нашим интуициям, то есть он обращается к естественным языковым интуициям, и говорит, что большинство людей вроде бы признали бы адекватным определением истины, которая соответствует аристотельскому пониманию истины как соответствия. Это один путь трактовки материальной адекватности. Но вот тасково используется не только этот путь трактовки материальной адекватности, а используется также путь, опирающийся на данную схему. Материально адекватным будет такое определение истины для некоторого языка П, которое соответствует данной схеме, то есть делает все предложения, удовлетворяющие данной схеме, где есть имя предложения в медвестике, то это само предложение истинными... Так... Если же определение истины не соответствует данной схеме, то оно не будет материально адекватным. Каким образом можно интерпретировать этот второй вариант трактовки материальной адекватности? Мне представляется, что это можно интерпретировать следующим образом. Если мы рассмотрим именование в этой языке, использование семантических терминов и истинных, то у нас получается что-то вроде того, что мы именуем предложения в качестве истины, соответственно тому, как мы эти предложения утверждаем или отрицаем. Именно мания соответствует утверждениям или отрицаемым соответствующим предложениям. Если эта интерпретация проходит, то получается интересная вещь. Получается, мне кажется, следующее. Из первой трактовки материальной адекватности, когда материальная адекватность толкуется как соответствие наше понятие, наша интуиция, следует вторая трактовка материальной адекватности, как правильного именования, согласно данной схеме. Но из правильного именования, согласно данной схеме, не следует трактовка материальной адекватности, как соответствие нашим понятиям и нашим интеллистам. Не следует. Их эпистемиологическая значимость данной схемы должна подталкиваться, мне кажется, именно от этого, что исследование имеет место только в одну сторону. Каким образом это можно сделать? У нас получается, что второе понимание материальной адекватности может использоваться в некотором, только в некотором ограниченном смысле, оно может использоваться не в качестве арганона, а в качестве канона. То есть, то определение истины, которое не отвечает понятию материальной адекватности 2, оно автоматически не будет отвечать понятию материальной адекватности 1, и оно автоматически должно быть отброшено. Таким образом, мы имеем позицию, в чем-то напоминающую позицию Мануэла Канта, когда он говорит о критерии истины в критике чистого разума. Кант говорит, что универсальный критерий истины невозможен, но общая логика может использоваться не как арганон, а как канон, позволяющий нам определять ложную. Позиция Канта предшествует, в свою очередь, позиции Карла Купера, который настаивает на классификации и многих других мыслителей. Мне кажется, что в трактовке материальной адекватности у Альфа Татарского соответствующие тенденции можно проследить и выделить, разграничив два понятия материальной адекватности. Спасибо вам. Коллеги, вопросы? Владимир Владимирович, поясните, пожалуйста, я связь просто проглядел между первой частью, где вы говорили о различных пониманиях предложения и схемы Татарского. В чем существенная связь между эпистемическим значением схемы Татарского и различными трактовками предложений? Повторите, пожалуйста, еще раз. Мне представляется, что различные трактовки предложения связаны с трактовкой категории истины следующим образом. Если мы определяем предложение как класс исходных записей, то автоматически мы получаем трактовку истины в качестве свойства предложения. В качестве свойства предложения. Спасибо. Можно я тоже задам уточнющий вопрос? Я точно не все поняла, я не умею так быстро соображать. Но вот в самом начале, когда вы говорите, есть третий способ объединить эти предложения, рассмотреть всего два вида. «Кошка на рогожке» – это одно предложение. «Собака на коврике» и «На коврике собака». Это очень сложно, я не в состоянии представить две части самостоятельно. Когда мы объединяем вот эти три последних предложения, мне кажется, что, может быть, когда мы их так объединяем, мы говорим, что это не одно предложение, потому что формально это не одно предложение. Ну, как бы традиционно принято полагать, что это одно суждение скорее, да? То есть мысль одна, а предложение – это разное. «Идеальные сущности» – мысли, пропозиции, суждения и так далее. И истинность уже трактуется как свойства, соответствующие идеальные сущности. Игорь, надо добавить, то есть, очевидно, что предложения разные. Да, осуждение одно. А одно суждение или нет – это еще вопрос. Ну, по крайней мере, предполагаем. По крайней мере, если правильный аспект – это были бы два разных ответа на два разных вопроса. То есть, кто там на коврике и на чем собака, да? И где собака, тоже на коврике. И вообще есть бы как… Ну, я не знаю, это все адекватно или нет, потому что… Здесь этот фрагмент как-то… И не помню, не знаю именно. Но запись предложения и предложения тоже различаются. Потому что осуждение там еще дотопать надо. Но запись предложения и предложения – это разные вещи. И мы пока на доске видим запись предложения. Ну… Но мне кажется, для Тарского несущественно идет ли речь о каких трактовках предложения. Он пытается общую схему дать, которая, в принципе, должна работать для любых философских концепций относительно того, что из себя представляет предложение. Вот… Вот если я, правда, пока вы наконул вопрос Алексея Геннадьевича, я могу его даже повесить некоторым примером. Он… Возьмем такую форму. Он взял ее косу. А… Будет ли это… … каким-то… … …определенным домом по предложениям? Да… Если мы можем построить подобную конструкцию, то у нас возникают проблемы с упорядоченностью языка, если мы амоним употребляем. И вот здесь, когда возникают проблемы с упорядоченностью языка, можно уместно разделить запись. Я согласен здесь. Девочкам знакомы, я люблю больше, например, аналогичного характера, но без амонимии такой. Приложение есть, какое суждение за ним непонятно. Я не видел тебя в очках. Кто в очках? То ли я в очках тебя не видел, то ли я не видел, что ты в очках. Грамматически это корректное предложение. Понятно, что оно не сформировано. И мне кажется, Тарский вообще не затрагивал вопрос к такому аналогичному предложению. А лучше я не видел тебя без очков. Щупчик. Вообще, чем больше не хитрее, тем все хитрее. Не затрагивал, в смысле, его не волновало, мне кажется. Если уж мы взяли такое предложение и утверждаем его истинность, то утверждаем истинность ровно в тех случаях, когда утверждаем само предложение. На каких основаниях пришли мы к этому предложению и посчитаем его осмысленным, это другое совершенно... Все, он говорит уже о подготовленных. Да. Я не вижу, что это как бы хорошо, но это вот тот уровень, который обсуждался у Тарского. Там, конечно, можно... Тарский изначально брал хорошо структурированные языки, в которых подобные выражения в качестве предложения не будут рассматриваться. Языки без оборудования. Ну и у меня еще все-таки есть убеждение, что как бы мы не решили проблему, которую вы здесь поставили, Тарский от этого, как бы, он не из-за этого может быть там сдвинут, пересмотрен и так далее. То есть не в этом проблема. То есть как бы не решали, каким бы образом мы не подготовили язык, он все равно уже рассматривает подготовленные языки. Я видел, когда поглядят, как можно поразить. Ну вот, давайте я, значит, еще раз продемонстрирую то, что я считаю основным. Материально-адекватное общее определение не может противоречить конкретизациям схемы эквивалентности. Если некоторые определения противоречат схеме эквивалентности, то то, что противоречит схеме эквивалентности, необходимо противоречить хотя бы некоторой эквивалентности конкретизациям данной схемы. Далее, если данное определение противоречит некоторой эквивалентности, правда, частное определение, выражающее наше интуитивное представление о реанименовании чего-то истинно не выложено, то есть всякая конкретизация данной схемы может рассматриваться как определение до одного единственного предложения P, взятого из этого из этого. Ну, здесь уже у нас какая-то недеременная схема, но которая построена. И таким образом мы приходим, что данное определение истинное материально неотвратно, если оно не соответствует некоторому предложению из языка P, которое уже фиксировано. Я, правда, говорю, что всегда есть замутная такая прибычная цепляция, я понимаю, что внешне это будет не очень хорошо, но тем не менее, надо быть аккуратно. Я понимаю, что вкусные вещи, что если мы берем не переменную, а некую постоянную, то статус схемы вообще отменяется. То есть это некий экземплификат, некий пример применения схемы. В схеме там стоит переменная в любом случае. И Тарский на это поставил, что это неправильно. Он говорил о том, что любое семантическое и организованное понятие истины должно соответствовать этой схеме. А как там оно будет сделано, это вопрос того и методика. Любую конкретизацию этой схемы, когда мы фиксируем эту схему, некоторые постоянные, можно рассматривать как определение истины. Именно для этого данного предложения. Сложность заключалась в том, чтобы построить общее определение истины. И поэтому Тарский вводит понятие выполнимости для того, чтобы осуществить рекурсивную процедуру. Тарский хитрее. Он про общее определение истины не говорил. Он говорил о том, что это схема для каждого конкретного. А то, что эту схему общего, он не подгадалил. Чуть важно, что это делится. А определение истины для конкретного предложения является не сама схема. Реплика данной схемы для какого-то конкретного предложения, где КРУ уже не поменялся. А дальше мы должны перейти от определения истины для конкретных предложений, которые уже непременные, к общему определению для всех предложений некоторого хорошего языка. И для этого вводится понятие выполненности и рекурсивная процедура, позволяющая строить сложные предложения и спростые предложения. Хорошо, спасибо.